Дашкин 12. Потянул? Конечно потянешь. Здоровый. Меня, друзья, если что, простите, возможно немножечко выгляжу я не свежо. Адам гулял всю ночь, не спал, ему тяжело, наверное. Сейчас именно стейлер сон. Да мне вчера после самолета нелегко было. Та херня, это жим моего. Мы его не будем использовать. Из машины на дырке такой выжил. Из машины такая, из машин тут только мы. Легко? Нет. Легко, говорит Адам, поэтому... Маленькие, да? Где маленькие? Доровянные лапы? Так никто кроме тебя не думает. Давай добавим это. Решил проблему. Открываю две телки сейфы. Открываю двери, они такие... Ой, извините, машины сюда. Только я с тросов выпрыгнул сразу. Девочки пришли. Друзья, привет. Сегодня наша вторая тренировка с Адамом. Сегодня мы качаем плечи. И тренировка должна начинаться с разминки. Поэтому мы идем разминать вращатели плеча с гантелями. Зам. Вообще он это делать не любит. Но это необходимо. Вообще в чем суть? Почему мы это делаем? Плечевой сустав он очень нестабильный. Всего одна связочка внутри вот таким вот образом держит сустав. И именно такие лентообразные мышцы, они фиксируют плечо. Первый раз, да. Первый раз? Первый раз в два следующей карьеры. Ну это совсем упражнение, больше такая разминочная часть. На самом деле тоже, тоже поделаю. С маленькими весами, но хочу попробовать позаниматься. Температура держится, она спала немного, спала много. В принципе, я считаю. Так, кто еще? А? Какое еще извращение? Да по кое. Значит, не так, а потом второе движение вот так. Вот. И второе движение максимально, сколько ты можешь, плавно, подконтрольно. И вниз ставишь, сколько ты можешь опускать. А там фарик может опуститься. Вот так. И наверно. Хорошо. Начнем мы опять с небольшим производительным утомления, чтобы дельты уставшие были. Чтобы в жимах сократить общую нагрузку именно веса. Начнем мы с махов. Давай. Да, ну. Смотрим. Ну и еще пошире. По технике. Представьте себе от кармана. От кармана. Наклоним нужно вперед. Чуть-чуть. Лопаточки не сверей. И немножечко видишь широчайшую. Прочек вылезти. Ага. И в то положение? Четко в сторону, да. Круг не увози. Опускаем на карманы. Сюда. Сюда, человек. Вот сюда. И приводим сюда же. Вот. Давай выдыхать наверху. Вот. На усилии. Одно основное убови. Сейчас. Мы будем делать упражнение со всеми вместе. Поделали с Вовой 12. Сейчас пойдем к Дане делать с Даней пятнашки. Пятнашки на 12. Подтяну. Как же потянешь? Здоровый. Так. Двадцатки возьмем. У меня, друзья, если что, простите. Возможно, немножечко выгляжу я не свежо. Но, действительно, самочувствие очень тяжелое. Но, да, кто знал, что я заболею. И билеты у Адама уже были куплены. И вот, да, он вылетал, собственно. Я дома валялся с температурой 40. И, да, сейчас там оно не позволяет быть суперактивным. Но, наверное, было бы как-то и с моей стороны неправильно. Да и тупо, да. Чтобы я отвергался дома, когда специально ко мне прилетел человек. Так что не обессудьте. Чуть, по-моему, меньше шуток юмора и меньше улыбки с моей стороны. Но это не связано, так сказать, с настроением. Просто, тьфу, тяжело существовать в данный момент. Ну, и общий-таки эмоциональный фон тяжелый. Потому что скоро турнир, а я, как вареное говно. Ну, и вареное говно. Хорошо. Смотри, следующее движение уже будет. Это не вопрос сейчас будет читинга. Это в комплексе на махе. В таком виде специально выполняем. Чем-то будет похоже на болгарской тягой, что ли. Но не по одной руке, а двумя руками. То есть? Да, да. Тут движение точно так же с карманов. Отдохнем, подставки будем делать, да. Движение вот таким вот образом. Какой уголок? Чем-то будет. Тебе, чем-то будет. Вареное говно. Похожанно. Выше можешь. Будет. Вареное говно. Вареное говно. Похожанно. Хорошо. Работает. Шесть раз еще. Раз. Два. Хорошо. Три. Четыре. Ого. Очень хорошо. Отдыхаем. Адам гулял всю ночь, не спал. Ему тяжело, наверное. Именно с таймером сонный. Да, мне вчера после самолета нелегко было. После самолета еще что-то там вылетел Владимир. Ты ему допей тогда, чтобы он дошел. А то что-то тренировок вчера закончили, меня ободрит. Закончил тренировку и пошел после твоего предприятия. Да, пошел, что сиська вставила. Добивай его всему свое время. Мне скажу честно, я выпил пол порции. Сейчас на меня не работает. Но... Взрывай, взрывай. Взрывай. Всего я сделаю, на самом деле, три упражнения по три подхода. Умеренными весами. Плечи. Сделаю уезжим в тренажере на грудь. Тоже там 15-20 повторений. Какую ему тягу к животу. На спину. Такое. Потом, да. 22,5. Уф. 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 Из машин только мы, дейт машины но нет. ребят может помнить тренажер где упор и валики под плечевую кость но та херня это жим моего мы его не будем использовать гантели пожмем сидя думаю но сейчас я знаю что мы будем делать думаю адам тоже это упражнение делал никогда сейчас у меня нет 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 следующие наши сейчас у меня возненавидеть должен будет наше любимое с рома наше любимое да а лёха лёха знает вот образом сложишься берет наш полка скользит мы не машем вот это будет сейчас это сейчас будет ребята огонь а с каким весом ну начнем мы с 8 килограмм и посмотрим насколько силен этот краснодарский парень а ты профессионалу рома там вы и выклики свои устраивает вот это не было четырнадцать четырнадцать рома да ладно я где-то сбился видео мне можно легко легко говорит адам поэтому он для ровного счета красиво десятки гантелей взять потому что это все таки ну не вес не вес правильно я вот я уважаю тоже считаю спортсмен должен быть функциональный и при всей красоте в мышечности и сила должна быть поэтому поэтому мой режим в 200 на 8 не котируется присед в 300 на 3 не котируется сейчас будем жать 10 килограмм и страдать непонятной говно техники проверим мою силу конечно здесь статика постоянная стать плюс динамика тебя ведь один из факторов мышечного роста это постоянная нагрузка и закисление и один из факторов а тут мы получаем на сто процентов потому что расслабиться невозможно поймать момент инерции в этом движении невозможно вы не можете сделать так чтобы что-то так как там рывком толчком что угодно нагрузка постоянная ваша дельтовидная все время держит брючевую кость это выполняете сокращение и растяжение движение тяжелое многим не нравится потому что хочется гантели такие а работать приходится с гантелями по 10 килограмм которые очень по весам не так что мышцы росли вообще задача то есть кофе что там в зале кто смотрит вообще ну желательно спор попроще мне кажется можно пробовать поколение встать на подушку встать на колени твои бедра позволят возможно ты конечно не сможешь ноги как я свести вот можно пробовать и так встать ну опять же не факт что ты влезешь а там может на одну ногу упираться на одно колено встать ноги на пол на пол встать он он встать я с одним старым матерым качком сижу я говорю я раньше люблю качать грудь бицепсом сейчас ненавижу качать бицепсом грудь не люблю кайфую от плеч от спины ноги никогда не любил в отличие от ноги ну я ненавиделся я делал потому что надо а он сидит такой реально знаешь что я люблю качать я говорю что ничего ничего я сюда хожу только потому что надо я уже ничего не люблю я тебе говорю плечи вахи просто ну такое движение вахи бля я сейчас слежу я не знаю каких подняться а там делается как то вот так да а 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 десятки двадцатки Двадцатки сверху еще. Еще двадцатки сверху. Сейчас, конечно, по ощущениям. В некоторых смитах пиздец тяжело. В некоторых более нормально. Здесь неудобно, что он толстый. Очень широкий, да. И жимы делать удобно будет? Тяги нет. Так, нормальный хват? Еще уже. Трапеция не заберет? Нет, трапеция это вот так нужно ставить. Моя трапеция все съедает, да? Да нет, я уже давно научился ее тромать. Ладно, Коля. Не узко? Не-не-не-не. Руки ставим. Пятнадцатый сверху. По десять. Я думаю, двадцать. Движение нормально идет. Движение отлично идет. Маленькие, да? Где маленькие? Дорогеные лапы влечь. Просто предплечья огромные. Вот тебе и кажется так. Поверь, так никто кроме тебя не думает. Так. Расскажите на фоне такого предплечья. Вот сейчас хорошо прям. Движение. Движение 15. Я, с вашего позволения, удалюсь на сброс веса. Ах! 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 еще шесть-восемь, скидываем еще десятки и еще шесть-восемь повторений потом скидываем тапочки Лёх, почему у тебя шпанга нет? я вижу, вижу Лан, ты-то еще срастешься, а камера дорогая поднимает он, а напрягается у меня что это поможет? сейчас все будет мастер давай сразу давай до восьми, можно до восьми даже не опускай сразу десять, встали, поехали здесь, здесь давай, 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 уже один сейчас будет пять, давай дай тебе тюкенюш давай пять, давай да легко? честно скажу, здесь и так будет хорошо сто процентов давай добавим вёд решил проблему и так будет нормально идёт? отлично идёт, правильно движения вопроса нет ну вот, да, немного все, вот кусок мокрый ветер хорошо мне лично очень нравится делает движение и в плане нагрузки впадает в заднюю дельту отлично что, не впадает, скажем? нет, впадает, я ничего не делал с техникой нормальной отлично отлично у тебя есть момент, исключительно так скажем, ее можно постепенно восстановить лучше амплитуды не хватает ты более такой все-таки уже подзабитый закрепощенный можно где-то амплитуду увеличить но это не за сегодня не за сейчас а в плане движения везде правильно четко рабочей группы нигде нету излишней инерции везде вся работа чисто мышечная то есть даже вот где-то хочется чтобы ты считывал в конце для интенсивного то есть ты очень чисто очень чисто работаешь вот дотягивать бородку очень понравилось финальные они прям уже такие были как надо ну а ты краски только в последнем подходе три чистых четвертый чистый и плюс сверху докинутую до максимальной интенсивности ты докинул еще? можно 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 что там монтажичка осталась? давай танцуй уже давай по самому недорогу ребята там еще веса просят а вес кончился все плиток больше нет в тренажере у нас в зале вот в медведях у чайников есть привычка есть нормальный жим ногами на рельсах а вес вот это вот куда можно хоть 900 кг накидать вот и ты лежишь там на нормальном жиме ногами 400 там 500 жмешь рядом какой-нибудь балбес ну 300 ну на это все думают да ну неплохо такой вроде худенький там можно и полторы тонны там и девочка 300 жмет там и девочка 300 жмет там и девочка 300 жмет поэтому эти станки сейчас ты сделаешь кашку ощущений мне так нравится что Адам сбивает предпределён в конце тренировки а потом ему будет прикольно да скажут я вообще не устал не качались даже средний задний да дальше средний прям хорошо бьешь с акцентом назад ну передний не включаешь ну передний не включаешь вот в зале ты меня отлично будет я тебе говорю туда лицом тяжело уже я знаю нормально потому что надо я же не 25 принёс правильно поэтому отлично отлично а ты говорил будет там то что надо хочешь прикол сейчас расскажу так что я пойду нет там вентилятор стоит прикол Руслан вчера шутканул в камеру вот девочки там у Адама офигенный номер вот здесь будет там 3 дня чем вчера я говорю кому интересно вам приезжайте в гости поднимается в номер уставший с тренировки там же воды не было горячей сразу вду сразу захожу сразу только разливаюсь до гола только дверь короче дверь я думаю мало ли может там консья ну уборец я только спрашиваю кто молчат сейчас я одеваться впаду подхожу открываю дверь прикол это не я ему отправил заматываюсь открываю дверь они такие ой извините мы ошиблись и дальше Адам такой вы вообще не ошиблись я уже думал что ушла до рекламы прокатило думаю только из тросов выпрыгнул сразу девочки пришли встать поехали а 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 у меня помощь была моральная поддержка если быть честным до конца от тебя помощь была еще пять а руки положил башка круто либо не упасть ты чувствуешь сгонку? нет у меня температура еще а ну это да слушай я в португалии чувствовал себя идеально это не вопрос под ну подводки я очень надеюсь что у меня это все пройдет непосредственно к турниру к основным да манипуляциям сейчас очень плохо и плохо и самочувствие но это все ну можно пережить и так далее оно знаешь эмоционально тяжело то есть вот это вот все такое превоснемогание бесит а что у тебя простыл или что может воспалительный процесс какой честно и честно мне кажется перетренированность уже наверное второй степени вот это быть честным по ощущениям потому что ну ну вот на что похоже либо корона опять ну через камеру не передается ну вот я не знаю да страшная ломота в суставах сейчас где 37,8 вот я утром выезжал ну позавчера вот было 40 с копейками это было прям херово то есть сейчас в сравнении конечно лучше ну так потряхивают ну чаще всего но больше бесит эмоционально то что ты как бы вот скоро турниры у тебя это все вместе и ммм что как бы пусть столько времени потрачено готов закончили тебя в душ наверное отправить да я сделаю подходы 3-4 на игры воду вытащу и все давай это 5 минуты вот поэтому нормально будет я очень надеюсь что я уже за выходные поправлюсь так хочется хотя бы пару раз потренироваться еще то есть получится что я уже до турнира две недели без нагрузки ну бред какой там не вовремя плечи мы покачали если тренировка вам понравилась нажимайте палец вверх повторяйте за нами растите прогрессируйте следующий выпуск будет посвящен тренировке отдельно на две мырочных группы это бицепс и трицепс у меня сегодня будет время подумать составить для Адама индивидуально в план основой его будет это развитие пика бицепса и развитие общей массы трицепса так как у Адама а бицепс и трицепс они очень гармонично разные в плане баланса при том что зачастую трицепс бывает больше у него больше потенциал к росту и мы его реализуем поэтому теперь тренировка я думаю многим будет интересно и не пропустите следующий выпуск сюда вам и уже после этого думаю пойдут выпуски с Польши с турнира полонпро болейте за ромку в общем потому что я боюсь что к моему сожалению болеть за меня будет полезно я выступлю если позволит здоровье но просто я помню себя перед Португалией совершенно совершенно другая форма жесткость качество сейчас этого нету и я очень бы хотел как-то наверстать приложу силы все свои знания но я тоже не всесилен но мы увидим мы увидим совсем скоро потому что в среду мы вылетаем сегодня четверг а в следующее воскресенье уже турнир и все 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 все